Человек года Добрый вечер, уважаемые дамы, уважаемые господа. Добрый вечер, здравствуйте. Я с большим удовольствием рад ответить, что вы все сегодня собрались под сводами этого замечательного зала. И сегодня мы вместе с вами здесь, этой прекрасной, теплой, душевной компанией, будем вручать премию в номинации... Простите. Вручать ежегодную... Сегодня вечером мы с вами собрались для того, чтобы отметить торжественное вручение. Загрузка, ну почему я должен это помнить? У меня эти все церемонии в одном. Все перед глазами, это мелькает, мелькает, мелькает. Я выхожу, вот это опять свет, опять я вижу, но те же люди в зале. Я же вас знаю, все как облупленных, а вы меня. Вы же знаете, что я выйду, что я скажу, будете смеяться, потом так же будете, потом говорить. Зачем мы врём, зачем? Я просто... Я же учился-то другому. У меня бабушка народная артистка в Ленинграде. В белорусском вокзале пела песню, ветераны плачут, а я стою здесь перед вами. Это сколько продолжаться может? Мы в театре, ребята. Мы же в театре, сюда люди ходят, искусство, а мы здесь все наряжаемся. И зачем мы это ходим? Зачем мы сюда? Зачем мы обманываем друг друга? Зачем мы кому-то? Спасибо, что дали свет. А что, мне не нужен свет, я их знаю всех в лицо. Мне снятся эти лица. Сколько можно продолжаться? Где Коля Усков? Коль, ты здесь? В зале? Коля, привет. Я хотел с тобой поговорить, Коль. Ну вот что мы друг друга обманываем? Ну что, мы сейчас не знаем, кому-то сейчас будут давать премии? Ну что, мы врём друг другу, Коль. Ну все пришли, все-то всё знают, Коль. Я сказал, вот ты же историк, Коля. Ты по образованию историк, Коля. Ты умный человек, я тебе напоминаю, Коль. Так ты один раз в жизни, ну сделай что-нибудь. Ну может хватит играть во что-то? Сделай что-нибудь. Не побрейся, Коля. Один раз в жизни, я тебя прошу. Коля, я тебя прошу, сходи в боулинг, а? Кто-нибудь видел его в боулинге Ускова когда-нибудь? Сходи. Аэрохоккей, Коля. Есть вещи, которые доставляют удовольствие, Коля. Я тебя прошу, один раз в жизни сделай так, чтобы по-настоящему изменить свою жизнь. Делай то, что ты ничего никогда не делал, Коля. Всё, ребят, это я честно, я сейчас говорю без всякого сценария. Просто, ну, до какой-то степени уже, ну, посмотрите, мы этим занимаемся круглый год. Ну сколько можно эти костюмы надевать? Сколько можно всем этим заниматься? Девушка, можно секундочку? Простите. Здрасте. Можно сумку вашу? Давай сумку. Сумку дай. Вот смотрите, пришла на церемонию. Сейчас. Что она? Что здесь? Сигареты. Кому они нужны? Что? Помада. Таблетки. Тебе сколько лет таблетки? Телефон принесла. Телефон твой. Ну и что это? Победительский совет при ГБДД. Московской области. Значит, ребята, у меня есть такая идея. Один раз в жизни сказать правду друг другу. Давайте сейчас возьмём и уйдём отсюда. К чёртовой матери, ребят, да? Давайте, что изменится от этого? Встанем и уйдём. И всё. И всё. Давайте, ребят. Ну а что, мы имеем право. Мы взрослые люди, у нас у некоторых есть высшее образование, я знаю. Да, многие забыли об этом. Друзья, всё. Нету ничего за этим занавесом. Нету. Всё, друзья. Церемония окончена. Вы просмотрели запись этого эфира, когда он состоялся 11 лет назад. А теперь давайте посмотрим, что изменилось с тех пор. Вот, посмотрите. Первое, что я увидела, это вот 8 лет назад. Пиксель какой-то написал. В каждой шутке есть доля шутки. Фокс. Понятно, что постановка. Но когда из толпы, после того, как он взорвал сумку, заорали браво, мне стало не по себе. И эти люди делают шоу-бизнес, который, кстати сказать, воспитывает нашу молодёжь. Умные слова. «Вся жизнь театр, и мы в ней актёры», написал другой пользователь. «Золотой человек». Один год назад. Райс какой-то написал. Настя Кузнецова написала. «Он им говорит, что они ведут пустую жизнь, а они ржут», смотрится, честно говоря, дико. «Нет, чтоб задумались, ведь хоть это и постановка, он правду говорит». Дальше смотрим. Николай Базиков. Желание вырваться из круга, куда себя загнали. Человек рождён для общения. Для общения. Что-то искать, что-то узнавать. Следующее смотрим. «Надо иметь огромнейшую смелость, чтобы так поступить. Ванюша, ты мужик настоящий, и это трогает сердце». Совсем недавно написали. «А вот ещё одна запись. «А мне грустно это смотреть, ведь всё правда, а люди смеются». «Миран. У меня такое чувство, что если это и было задумано, то говорил он всё равно, от всей души, то, что думает, одни и те же рожи, это точно». Он сказал, «Хотелось бы правду сказать, и цирк надоел. Но кто платит, такая музыка, надоело бездарь награждать». Видно, что люди в шоке. Ощущение, что он сейчас всех сдаст. Но ровно до того момента, как сломал телефон и порвал удостоверение. Но те, кто сидел в зале, всё поняли. Они в одной упряжке. Жаль, что юмор стал прицелом личности и своих светских тем. Энзы. А мне очень понравилось. И это как раз тот случай, когда в шутке есть огромные доли правды. Смело, оригинально и по чесноку. Если не смотреть последние 10 секунд. Ургант. Очень и очень серьёзный актёр. Он может быть очень убедительным. Это айсберг, который виден только частично. Даже не представляю, где он может себя раскрыть. Речь звучит прям, как сегодня. А ведь 10 лет прошло. Мы это написали 3 года назад. 9 лет назад. После стольких лет. Всегда. Грустно. Жалко его. Говорит, возможно, и по сценарию. Но ведь правду говорит. Не для того, чтобы все просто смеялись. Грустно. Как это всплыло в рекомендациях через 10 лет? Ютуб всегда вовремя. Однозначно. Экстра-класс. Сыграна от души. Ванька. Умничка. Класс. Вот такие слова вы писали. Жду ваших комментариев по этому поводу. Многие-многие забыли. Как много мы потеряли. А человек остается человеком. И все его заслуги им же сделаны. Не надо его мерить старыми стандартами. Применяется только здесь и сейчас. А все-таки он был великий актер. И его право выражать свои слова и мысли, как ему захочется. Это и есть свобода слова. Я его не осуждаю и не обвиняю. Он просто человек. Так и вы пусть все люди останутся людьми со своими желаниями, возможностями, словами и поступками. А время рассудит, кто прав, а кто виноват. Субтитры создавал DimaTorzok